Туалет, душевая чашка с кружкой, на столе графин с водой и говорящая деталь – медицинская маска. В этой изолированной больничной палате Нижегородской инфекционной больницы находится студент из Ирака, которого госпитализировались подозрением на коронавирус. 19 марта диагноз официально подтвердился. Заболевшего зовут Нед. Он обучается в Нижегородском филиале высшей школы экономики, общаться по видеосвязи. Он отказался, сославшись на особый больничный режим. Однако в мессенджере сообщил, нам чувствуют себя все лучше, в больнице относятся хорошо. Главная проблема в больнице – это английский, на котором практически никто не говорит. При этом весь персонал – очень приятные люди. Врачи относятся очень хорошо, дают много лекарств и очень хорошо кормят. Так, по-особому, врачи здесь относятся ко всем, без исключения, с любым диагнозом. В городскую инфекционную больницу номер 2 Нед попал прямо с железнодорожного вокзала. Он вернулся из лагеря в Австрии, где обучался по обмену. Согласно первой версии, именно там он мог заразиться коронавирусом. После известия о заражении, руководство университета распространило между студентами письмо с резкими высказываниями из-за вечеринки, которую организовали студенты по завершении семестра. Вот выдержка из документа. Мы глубоко сожалеем о произошедшем, но мы также глубоко разочарованы вашей нечестностью и глупостью при организации вечеринки в общежитии в субботу. Вы решили скрыть от нас этот факт, это безответственность. Мы все пытаемся помочь вам в этой ситуации, а вы решили не только обмануть нас о вашем передвижении, но и о вашем состоянии здоровья. Между тем, само руководство университета, по словам Неда, никак не ограничивало пребывание групп студентов на занятиях. Пока информации о передаче коронавируса от Неда студентам-австрийцам нет. Одна из моих подруг, которая возвращалась со мной в Нижний из Австрии, ее тест оказался отрицательным, но при этом мы вылетали разными самолетами. И один студент, мой друг, также в Австрии прошел тест, и он был отрицательный. Сейчас я жду результаты теста моего другого друга. Сам студент считает, вирус атаковал его в аэропорту в Германии. Там Нед делал пересадку по дороге в Нижний Новгород. Чтобы избежать заражения, врачи-инфекционисты рекомендуют избегать массовых скоплений людей, соблюдать правила гигиены, но не впадать в крайности. Если вы были в какой-то компании, если вы были где-то, где есть достаточно большое количество народу, вы брались за ручки, вы использовали какие-то общие предметы общего пользования, то, безусловно, после этого рекомендуется вымыть руки. Если вы находитесь дома, то часто мыть руки нет никакого смысла. Здесь вопрос не в этом. Это, опять же, механическая защита. А вот вентиляционные шахты, их нужно закрывать? Вирус не настолько контагиозный, чтобы передаваться так активно через вентиляцию. Сейчас болезнь Неда протекает в легкой форме. Температура пониженная, других симптомов нет, говорит молодой человек. Он надеется на помощь нижегородских врачей и советует всем быть осторожными. Случай со студентом из Ирака третий, когда коронавирус подтвержден в Нижегородской области. В этой же больнице в настоящий момент прибывает молодая нижегородка с таким же диагнозом. Первая заболевшая, которая оказалась в больнице 6 марта, выписана и чувствует себя хорошо. Екатерина Васильева, Время новостей.